Прошедший саммит семерки в Италии запомнится своими бессмысленными санкциями и коллапсом политических систем у присутствующих там лидеров. Как никак, а все, кроме премьеры Италии, были хромыми утками и, конечно, проблемами в здоровье Байдена. Фактически говорить о каком-то здоровье там уже не приходится. Политическая элита США попросту таскает за собой живой труп пустую оболочку, которая когда-то была политиком. По-человечески на это даже жалко смотреть. Во время шоу парашютистов Байден отчаливал куда-то в сторону и его пришлось догонять Джорджа Мелани, направляя в нужную сторону. В общем и целом, вассалы были представлены сами себе и тем неофициальным закулисным лидером из американской делегации. Как передает издание «Политика», состояние Байдена подвергло в шок участника встречи. С их слов он хуже, чем когда-либо был. В конечном итоге он не смог принимать участие ни в публичных мероприятиях, ни в частных разговорах, не смог говорить, забывая и теряя нить концентрации. Пропустил ужин, состоявшийся для лидеров семерки. Последний уже откровенный симптом, из которого можно делать вывод, что состояние Байдена ухудшается довольно стремительно. Если еще несколько лет назад можно было посмеиваться над дедушкой, то сейчас стало очевидно не до смеха. Вашингтону и его элитам предстоит решить, терзать ли эту оболочку дальше и пытаться ей прикрываться еще четыре года. Ведь тут уже оболочка может просто не выдержать, несмотря на все старания кудесников от медицины. Это ставит следующий вопрос. Какое решение будет приниматься? У демократов не так много кандидатов, а замена кандидатов в последний момент может оказаться то еще службой. Впрочем, здесь нужно учесть момент, что именно последнего момента за кулиса США и Демпартии и ожидают. Прогнозировать в данном вопросе занятие не слишком благодарное. Но учитывая состояние Джо, его могут дотащить до самого последнего момента. Поставить перед народом США иллюзорный выбор между Трампом, перспективой еще четыре года видеть Джо или в последний момент поддержать нового демократа, который не будет настолько запятнан скандалами. В каком-то смысле этот кандидат, пришедший в последний момент, может стать тем спасителем, которого будет ждать демократия. Лично автор нисколечко не удивится, если где-то в августе начнут появляться статьи в ведущих западных изданиях о необходимости прихода некоего спасителя демократии. Причем будет преподнесено это в ключе, что Джо передает эстафету, жертвуя собой. То есть попытаются создать контраст с Трампом, который борется за власть ради самого себя, а Джо добровольно отдает власть, чтобы спасти народ и страну. Сценарий слегка фантастический, но предполагая фантастику, нужно знать, что именно фантастика окажется реальностью. То, что Джо работает сейчас с помощью помощников, это очевидно. Вопрос только в том, сможет ли оболочка Джо еще хотя бы полгода-год ходить и делать вид, что говорит. В его состоянии он может однажды просто забыть, как ходить. И тут уже медицина, а не желание отдельных лидеров. В общем, вопрос, на который им предстоит отвечать. Надо думать, демократы делали ставку на два срока Джо, но тут ему бы один достоять, а в его состоянии ой, как не факт. Ой, как не факт. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.